Вот она как выглядит. Вот с этой стороны пленочка, а с этой как ткань. Ну, видно, такой интересный, что можно было ее вспомнить. Почему бы и нет? Я люблю под сериальчик какой-нибудь нудный поспать. Набросала небольшой список того, что мне нужно купить, но это будет не из продуктов. Тут можно заблудиться. Тут огромнейшая-огромнейшая территория. Ну и выбор большой. Я наконец-то с вами встретилась, мои подписчики. И гляньте, кто сегодня с нами будет сниматься. Девочки, мы решили с Настей сделать фруктовый салат. Я нарезала сюда сладенькое яблочко и грушу. Доброе утро, девочки мои. Ой, какое прекрасное утро. Сейчас только 6 часов. Рассвет встречаем мы с вами вместе, как обычно, да? Пейзажик, чистое небо, тишина, ветра нету, тепло. О, сколько там, 17 градусов. Ну классно, здорово. Я уже давно не сплю, уже видео смонтировала. Всем еще раз доброе утречко. Девочки, я не сплю уже давно с 4 часов. Так что я уже успела и кофе попить, и видео смонтировать. В общем, короче говоря, начинаем новое видео. Мне сегодня прям не терпится, честно говоря, протестить вот эти патчи на животе. Хочется быстрее уже убрать живот. Мне в комментариях пишут некоторые женщины, спрашивают, а сколько вы хотите, насколько хотите сбросить вес, и зачем вам его сбрасывать, и все у вас нормально, вы стройное, и так далее. Девочки, стройное, это я выгляжу вот на видео, да, вот так вот, ну, боком встать, живот висит уже, знаете, талия. Вот я когда начала худеть, я замерила 108 сантиметров, куда годится такая талия. Это вообще ужас какой-то. Хочется, в общем-то, в основном вот сбросить, ну, в целом лишний вес. Но у меня такая структура моя, что у меня, как бы, руки, они неполные, ноги там, ниже колен тоже они неполные. То есть у меня вот бедра, живот, самое главное живот. Ну, лишние килограммы есть. Я когда поднимаюсь, по лестнице тяжеловато. И вот когда я сейчас вот чуть-чуть уже сбросила, да, и уже вот мне легче ходить, мне уже легче двигаться, легче подниматься и так далее. Ну, просто лишний вес хочется сбросить. При том, что, кто меня смотрит давно, с самого начала, вы помните, я худела тогда, и у меня тогда был размер 50, и сейчас уже 54, ну, куда это годится. То есть хочется немножечко вернуться, чуть-чуть назад. Вот, при том, что я говорила, кольцо у меня не снимается. Я, кстати, заходила к ювелиру, проходила как-то мимо, зашла, спросила вообще, вот если вот не смогу я его снять, что делать. Он говорит, ну, там вот они как-то поддевают, такая тоненькая, как струнопилочка, и вот с внутренней стороны они это дело распиливают и потом снимают. Ну, потом надо будет запаять. Да, я сказал, что это сделает бесплатно. Я говорю, хорошо, буду иметь в виду вас на всякий случай, но буду стараться все-таки сбросить лишний вес, чтобы кольцо это снять. Так что это небольшая уж беда. Собственно говоря, вот это, видите, у меня появилась мотивация похудеть. Я до этого сколько, вот, вроде понимала, что нужно, уже вес набирается, набирается он постепенно, но у меня не было такой сильной мотивации. Вот сейчас, видите, мотивация появилась. Это с колечка надо снять, значит, надо похудеть. Все. Значит, я сейчас хочу, прежде чем вот натянуть на себя вот этот патч, я думаю, что, наверное, я сделаю утреннюю гимнастику. Вот мне на это дело вообще у меня очень тяжело. Проблема заставить себя заниматься. Это вот я один раз могу позаниматься, потом то некогда, то что-то еще, то просто вот, не знаю, то ли лень, наверное, скорее всего, если честно, так вот себе признаться. Вот. И я все время какие-то нахожу себе отговорки, чтобы это не делать. Но сейчас вот думаю так, если этот патч налеплю, значит, потом я тогда, мне будет неудобно, значит, делать какие-то движения, наклоны и так далее. Там пресс может чуть-чуть даже покачать. Вот. Я думаю, сейчас я минут 15-20 чуть-чуть уделю себе время, позанимаюсь, и потом уже спокойно налеплю вам этот патч, ну и потом же буду с вами. Я же хочу походить с этим патчем целый день сегодня. Мне вечером Настю надо с садика забрать, сегодня на тренировку отвезти. И я хочу, чтобы пока я дома, вот с этим патчем походить, почувствовать какие-то, какие ощущения там, может, какой-то некомфорт или еще что-то. Что я буду чувствовать. Вот, в конце концов, мне будет ясно, что потом смогу ли этот другой патч, их три штуки, выходить куда-то на выход, или это нужно будет мне просто дома только носить. Поэтому, пока я сегодня дома буду, в общем-то, делами заниматься, ковыряться. И этот патч я хочу одеть и, в общем-то, протестировать и вам об этом сказать. Я уже сегодня протестировала новый крем. Сейчас возьму, покажу вам. Вот этот крем, это для лица. Где маячки? Что-то я села, то это не взяла, то то не взяла. Крем для лица с фитоэстрогенами. Его можно наносить утром и вечером. Это вот для, в период гормонального старения, ну, в общем, для уже возрастной кожи. И вам хочу сказать, очень такой крем классный. Он прямо, знаете, такой приятный. Я вот все возрастные крема беру, и вот я думаю, какой, на каком остановиться. Ну, попользуюсь какое-то время вот этим кремом. И еще пигментации там, я еще даже не пробовала, надо будет попробовать. Но он такой приятный, знаете, текстура такая классная, и кожа приятная. При том, что хорошо, что утром и вечером вообще классно. Вот, и это крем для век. Кстати, я его забыла сегодня нанести. Давайте чуть-чуть я его нанесу на нижние веки. Пускай будет. У меня уже сегодня раз я так по дому тут, значит, хожу. Пусть я буду вся из себя такая. У нас бьюти-влог продолжается. Я вам написала, продолжение следует. То, что я сняла вот Фаберлик вам, девочки, вчера. Ну, во-первых, по времени уже достаточно, чтобы монтировать не слишком долго было. И с другой стороны, дела какие-то у меня были вчера. Я решила, что закончу это видео, продолжение, уже буду продолжать. Все вам покажу вот это все, тестирование, как говорится, по ходу жизни в процессе. И вот это вот для ресничек, я сейчас поближе вас подвину, я вчера вечером нанесла, попробовала. Можно наносить его тоже там, когда хотите. Прикольная вообще вещь, мне понравилась. Здесь вот такая вот, как сказать, спонжик на конце. И вот этим спонжиком наносим к этим корням. Вот так вот. А вот это вот реснички. Оп, оп, оп. Все, дело даже не глядя. И все. Ну, удобно. Это удобно. С другой стороны, пускай реснички еще подрастут. Может быть, они еще станут или распушатся. А потом можно будет мне сходить в салон, реснички покрасить. Просто покрасить. И все. Красиво я буду. Нет слов. Так, вторую сторону накрашу я уже в зеркале, девочки. Все. Нарисовала. Нарисовала, говорю. Сделая оба глазика. В общем, все. Поухаживала за собой. Немножко времени заняло. С утра сделала. Гуляй смело. Пока я дома, надо это делать. Пошла делать гимнастику. Все, девочки. Я поупражнялась минут 10. И для начала как бы хватит. Видите, нерегулярно занимаюсь. Вот она как выглядит. Вот с этой стороны пленочка. А с этой как ткань. Вот эту пленочку. Написано снять со средней части. Вот так вот. И тут вот такая вот, как тканевая получается. Видите, как ткань. Должна быть, но она эластичная на коже, я так думаю. Вот. И потом надо будет среднюю часть прикрепить. Ну, ориентируясь, чтобы пупочек был здесь. И потом уже, когда среднюю часть налепить, уже снять пленку с боковых. Налепить на бока. И прижать на несколько секунд. И не двигаться на минутки 2-3. Я думаю, может быть, мне это лёжа сделать будет удобнее. Чтобы не двигаться. Посмотрим. В общем, короче, я налеплю и вам потом скажу. Всё, девочки. Налепила этот патч. Хочу сказать. Я даже не лёжа, а стоя у зеркала прилепила серединку и потом по бокам. Ну, из-за того, что он всё-таки эластичный сам по себе, он не мешает движениям как-то ничего. Ну, а что будет по ощущениям в течение дня? Сколько я там? 6-8 часов похожу. Посмотрим. Я уже с вами поделюсь потом в дальнейшем. Ну, а сейчас я хочу заняться домашними делами. Мне надо сейчас стирочку запустить. И, в общем, посмотрим, что ещё сегодня буду делать. Готовить не знаю. Буду, не буду я на обед. Вот, позавтракать мне, наверное, пора уже. Позавтраку, как всегда, овсяночкой. А на обед у меня там есть скумбрия. Я брала такую маринованную в баночке. Я всё на неё поглядываю в холодильнике. Мне уже её хочется поесть. Может быть, я поем скумбрию тогда и овощной салатик сделаю. Будет на обед такой. Вот. Ну, всё. Встретимся попозже. Девочки, на обед я себе сделала вот такой салатик витаминный. Зелень там. Помидорчики, огурчики, перчик. И вот эту скумбрию. Мне она понравилась. И поем вот эту скумбрию с овощами. Вот. Такой будет обед. И без хлеба. В салатике добавила чайную ложечку льняного масла. И морскую соль. Всё. Масла почти нет там. Совсем чуть-чуть. В общем, девочки, что я хочу вам сказать за этот патч. Продержала я его 8 часов. Но вообще я ничего не чувствовала. То есть он там не пёк. Никак он меня не беспокоил. Довольно-таки эластичный. И поэтому, в принципе, можно ходить, делать свою работу там, куда надо ходить. Всё. Вот. Но когда пришло время его снимать, я его снимала с таким трудом. Такое ощущение, как будто, вот знаете, вот как пластырь налепили на живот. Пластырь обычный, знаете, такой тряпичный, матерчатый. И потом вот этот пластырь с кожи снимаешь, он там прилип, и вот эта кожа тянется. Так неприятно. И он такой огромный, здоровый, в общем-то, вот этот вот. И местами он даже где-то вот оставил липкую, вот эта вот липкая сторона, местами осталась где-то ещё на коже. И я потом это вытирала маслом, которое после депиляции, в общем, я вытерла уже вот это всё. Ну, и после того, как я вот этот пластырь, можно сказать, сняла с кожи, кожа тянулась прям за пластырем. И, в общем, там немножко на этом месте, вот чуть-чуть, знаете, как сжение покалывали. Неприятно, в общем. Снимать неприятно, и после этого немножко тоже вот какое-то ощущение. Ну, масло это после депиляции, оно, кстати, хорошее то, что оно снимает раздражение ещё и всё. Хорошо, что оно у меня есть. Вот. Вот, честно говоря, когда я снимала его, я думала, что больше я прилеплять его не буду. Но я думаю, что пройдёт ещё, может быть, несколько дней. Я, может быть, повторю ещё процедуру. Ну, у меня ещё два пластыря осталось. Ну, вообще можно смело это лепить на ночь. На ночь прилепили, спать спокойно, можно он не мешает, не беспокоит. А утром потом снять, чтобы днём не думать о том, что вот он там висит, этот пластырь. Вот, ну, заказывать я больше, наверное, не буду его, даже, я не знаю, там эффект какой-то есть от него или нет. Даже вот это вот, который крем, который жжёт, печёт кожу, который наносится, и вот это жжение проходит за полчаса. Но легче перенести, честно говоря, чем съёмку вот этого пластыря. Вот, это мои, чисто мои такие вот ощущения. И я же свой отзыв должна вам сказать, да, по-честному, как я вот это всё прочувствовала. Вот, но кому-то может быть и нормально, у кого какая кожа. Если на коже у кого какие-то волосы есть, то лучше волосы сбри перед этим, перед этой процедурой. Вот, а так, в общем, всё нормально. Вот, значит, что дальше у меня, девочки? Сейчас я собираюсь за Настей в садик. Вообще, я должна была её сегодня отвезти на тренировку и потом приехать уже домой, обычно забирать с тренировки сын. Но тренировка сегодня закончится раньше, будет всего час, поэтому я там Настю подожду, заберу её к себе домой. И, как обычно, потом будем дожидаться уже маму с папой. Ну, она у меня где-то часик, может быть, побудет и всё. Ну, а что делать? Тренировку пропускать нельзя, а время тренировки вечно куда-то сдвигают, туда-сюда. Ну, в общем, хорошо, что есть бабушка, которая может это всё дело выручить, как говорится. Вот, в общем, я сейчас собираюсь в садик. Пойдём вместе с вами. Девочки, как я сейчас собиралась в садик, я долго не могла понять, что мне одеть. Потому что у нас погода, вот пока солнце светит, жара. Сегодня было днём 27 градусов в тени, представляете? Как бы вам так, чтобы солнце не светило на вас. Вот, сейчас температура 25-26 где-то градусов. Ну, когда мы будем уже с тренировки с Настей ехать, выйдем, солнце уже сядет. И будет уже около 18, я посмотрела, температура. Но 18 это уже холодно, это я уже замёрзла. И вот я думаю, либо там одеть с рукавом, либо кофту взять с собой, либо светлая, либо не светлая, кроссовки или шлёпанцы, ну, в смысле сандали. В общем, короче говоря, взяла просто кофту с собой, одела сейчас, как обычно, сандалики, бриджики и с коротким рукавом блузочку. Не буду я сейчас париться, потому что мне ещё час целый сидеть в раздевалке. И я там, конечно, замучаюсь, там и так душно, ещё жарко будет. В общем, так. Вот выбрала дорогу, где вроде бы тихо, но машины по соседней дороге ехают. И тут сейчас вот солнце, солнце светит так, чтобы меня было видно. Ой. В общем, короче говоря, сегодня отдыхала. Я вчера что-то, ну, как-то вот вроде бы и таких дел срочных никаких, но какие-то всё время крутишься, крутишься, крутишься. Целый день до вечера, вечером всё, упала, уснула. Утром встаёшь и опять что-то начинается. Потом думаю, надо остановиться вообще. Надо просто полежать, отдохнуть, поспать, доспать. Так что я сегодня днём даже два раза вздремнула, просматривая какой-то сериал один, сериал другой. Ну, видно, такой интересный, что можно было её вспомнить. Почему бы и нет? Я люблю под сериальчик какой-нибудь нудный поспать. Я даже специально иногда такой сериальчик нахожу, чтобы под него поспать. Потому что в тишине мне не спится. У меня начинается работа мозга интенсивная, мысли там копошиться. А когда телек жужжит, я под телек, пока он тихонечко жужжит, засыпаю. Я даже вечером ставлю таймер и тогда спокойно засыпаю. Если я телевизор выключу, хотя я спать, допустим, очень сильно хочу, не, не получается. Я потом покручусь, поверчусь и потом раз, опять его включу, на таймер поставлю. Потому что куча мыслей, куча-куча всяких разных мыслей. Вот, ладно, девочки, идём в садик. Ой, девочки наши там занимаются. Я Настю жду, сижу. Уже осталось немножко ему заниматься. И домой поедем. А я решила выйти немножечко воздухом подышать. Вообще тепло, я кофту взяла, она мне сейчас пока не нужна. Ну и посмотреть на закат. Ну, конечно, солнышко я не успела. Сидела в телефоне, ковырялась. Ну, ладно, сейчас чуть-чуть подышу воздухом и пойду уже нас тут забирать. Всем привет! Я с вами не здоровалась. Я сейчас пришла только из тренировки. И меня скоро родители заберут. Так что всем пока-пока. Извините, что меня так мало видели. Но я уже знаю, что вы со мной соскучились. Слушай, а завтра, ну, если я завтра видео не закрою, может быть, я не закрою, то завтра поболтаешь. Все. А сейчас давай кушай. С тренировки пришла, проголодалась. Ешь, давай ешь. Девочки, я включила сериал «Историк» на ТВ-3. А мне он нравится. А кому еще, тоже нравится. Зашли мы, девочки, с Насей в магазин. Зашли в «Магнит». Купила я активию себе большую, вот эту. Это Настюха себе выбрала. Вот это вот ей нравится. Йогурт она взяла себе сладкий. У меня не сладкий, не сладкий. Пирожок с начинкой. Ну, это йогурт, пирожок, значит, на завтра останется. Так, я купила нектарины и персики. Люблю их. Груши взяла. И фасоль, наконец-то здесь фасоль. Я хочу сделать себе омлет с зеленой фасолью. Очень люблю. Вот. Так что это теперь можно будет сделать завтра, может быть. Доброе утро, девочки мои. Хорошая погода сегодня. Уже утро в полный рост. 21, даже почти 22 градуса у нас. Я сейчас собираюсь на выход. И я знаю, что я одену. Хорошее начало дня. Хорошая погода. Это прекрасно. Я прямо рада. И при том, что я сегодня выспалась, спала аж до 6 часов утра. Вот. И мне сегодня утром не нужно было ничего монтировать. Поэтому у меня появилась идея сегодня съездить в Мегу. Девочки. Я давно собиралась. Но мне то монтировать надо, то то надо, то то надо. В общем, как-то все это. А хочется, знаете, со свежими силами рвануть туда. Походить там. Потом прийти еще отдохнуть. Вообще. И мне хоть Настю надо будет сегодня забирать из садика. Но я думаю, что я надеюсь, что я сегодня успею еще отдохнуть перед садиком. Поэтому с утра я проснулась. Кофе попила. В общем, даже привела себя в порядок. Все собралась уже. И кашку поела овсяную, чтобы не голодной туда ехать. Набросала небольшой список того, что мне нужно купить. Но это будет не из продуктов. Кое-что посмотреть уже. Может, зимние какие-то пальто там глянуть. Шапочку себе. Посмотрю по кроссовкам. Игрушку хочу какую-то купить. Дэнни. У него день рождения уже через неделю. Я хочу какой-то ребенку подарок подарить, чтобы этот подарок ребенка порадовал. Ну и кое-что так по мелочи. В общем, девочки, собралась. Я уже оделась. Погода прекрасная. Солнечная. Будет сегодня жарко. И так как это уже последние теплые деньки. Я уже по новостям смотрю, похолодание надвигается. Поэтому я решила еще так одеть бриджики, беленькие кроссовочки, вот эту блузочку. Никаких кофт, ничего. И сейчас прям еду туда. Сегодня, кстати, будний день. Я думаю, там не будет много людей. Поэтому свободно можно будет ходить и смотреть. Вот. Что смогу сниму? Вот так вот. Ну, поехали. Ну что, сели, поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Видите, как я сегодня одета? В общем, зашла и смотрю, что у нас на зубе. Так, перед этим я была в Снежной Королеве. Но там в основном идут шубы, куртки как-то укороченные, удлиненных-то я не видела. В общем, пойду сейчас пока пройдусь, вот так чисто посмотрю, что тут есть. Может быть, еще рано, хотя уже, в общем-то, не рано. Ну, посмотрю. Пока не увидела ничего такого, чтобы мне захотелось хотя бы померить. Так, спортмастер перенесли вниз, в подвальчик. А здесь раньше был Медиамарк, теперь спортмастер. Ладно, пойду-ка смотрю, что тут есть спортивного стиля вообще. Здесь вообще площадь большая, много всего должно быть. Больше, чем было в том спортмастере, где раньше он находился. Так, вон такая вот моделька. Смотрите, такая разлетайка. Интересный вообще фасончик такой. Через голову одевать его надо, притом. Неудобно. Вот кайф такой вот лыжный взять, костюмчик. Куртка тепленькая. И под цвет вот такая вот с этим. У меня, кстати, вот такая сиреневая. Я еще ношу ее уже, не знаю сколько. Может быть, даже и одновикно выглядит. Классно. И брючки такие в цвет. Вообще кайф. Ну, это надо на лыжный курорт, конечно. Вообще, я бы в таком костюме ходила. Цвет нравится. Правда, наш город грязный будет маркий. У меня опять глаза падают на этот цвет. Ну, что делать? У меня синяя куртка такого цвета. Зимнюю такого же брать. Но не хочу нет. Хочу другой. Не хочу я маркий. Не хочу я темный. Но пальтишко хочу длинную. Ой, какая мягкая вещь. Ой, какая она прямо. Он прям этот, как плед, знаете, плюш. Плюш. Мягкая, легкая. С капюшончиком. Вот такая вот куточка. Просто суперская вообще. Класс. Ну, это спортмастер все девочки. Огромнейший магазин. Ну, так как он тут увеличился. Можно сказать, новый. Можно сказать, новый. Вот это вот. С начосиком. Вкуснятина. Вкуснятина, так и хочется сказать. Ладно, пойду. Сейчас похожу. Посмотрю, что тут еще хорошего есть. Конечно, есть интересные такие. Интересные вещички. Прямо интересно. Прямо интересно даже посмотреть, конечно. А вот какая прелесть. Смотрите, тоже. Тоже плюш такой классный. Мягенький. Чуденький. Вот такая тоже расцветочка. Тоже плюш прям. Класс. Вообще, я, конечно, любитель вообще. Вот это спортмастер и одежда. Она такая вся мягкая. И в то же время современная. И спортивный стиль. Вот это как раз моя любовь прям. Вот магнитом меня прямо тянет. Вот на такой цвет. И все. Вот он мне прямо по душе. Все. Тут капюшончик. Хорошо. 10 тысяч стоит. Курточка такая. Карманы сверху. Я люблю руки в карманы. Это сверху неудобно. Хоть и стильно. Будем еще искать. Вот это симпатичный цвет. Я боюсь, что марки. Но при том, что это короткая будет. Мне надо длинная. Так. Повернула я на левую улочку. Тут можно заблудиться. Тут огромнейшая, огромнейшая территория. Ну и выбор большой. Ну что такие вкусняшки вот висят, а? Я не знаю. Ну что это такое? Ну это ж вот прямо, не знаю, вкусняшки. Вот этот мель, правда, здесь никак не смотрится. Но я такой не буду покупать. Вот это марка еще. А вот тут еще детские вещички есть. Пластинчики. Вот такая симпатичная. Смотрите, какая славная. Славная. Маленькие курточки на детей. Костюмчики какие-то. Повернула теперь их я направо. И тут, ё-моё, столько обуви спортивной. Вон, она аж туда уходит. В общем, целый-целый зал. Может, я здесь кроссовочки себе найду. Какие-нибудь новенькие. Я направляюсь в Ашан. Я смотрю, тут какая-то вот ярмарка, мясные деликатесы. Что-то тут интересненькое есть. Надо пойти посмотреть. Посмотреть, что вкусненького. Какие-то вкусняшки. Ой, какая перец. Сладенькая. Сухофрукты. По мясу. Мясо вкусное. Так, надо взять кусочек. Сейчас ещё посмотрим, что. А попробуйте, садитесь. А сейчас попробую. Сейчас я посмотрю, что тут вообще вкусного у вас есть. Я давно тут не была уже у вас. Сырые всякие разные. Вот такие копчененькие. Рыбка. Рыбка. Вот такая. Ух ты, какая рыба. Класс. Вообще. Красная. Красная икра вообще. Девочки, а тут, смотрите, разные специи есть. Аджика сухая. Для курицы, для плова, для борща. Сарская. Так, плов. Соль. Ованская, адыгейская. Смесь специй. Разные пеции. Вообще класс. Вот такая. Южные специи и приправы. Классно. Классно. Сейчас. Да, спасибо. Сейчас посмотрим. Ой, смотрите, какая вкуснятинка. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Колбаски. Смотрите, какие классные. Давайте вкуснятинка. Давайте вкуснятинка. Сырые. А вот это пахлава. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Какая красота вообще. Это чертеж. Это чертеж. Простовый. Вес сахара. Смотрите, какая красота. С орешками вообще. Блин, я на диете. Как вот это вот быть, а? Смотрите, колба. Так. Лесные ягоды сушеные. Чабрец, каркадель. Чаи там всякие разные. В общем, классно, девочки. Ой, вообще столько вкусного всего. Голодные сюда заходить нельзя. Надо обязательно поесть перед тем, как идти в Ашан. Все, девочки. В общем, короче, находилась я уже. Честно скажу. У меня уже ножки как-то побаливают. И, ну, в общем, в целом так, немножко так прошла. Визуально посмотрела. Ну, пальто здесь зимнее. Близко нет того, чего надо. Шапочку я взяла. Покажу вам дома, что я взяла. Я только по спортмастеру прошлась и уже устала. В общем, все, что я купила, девочки, поместилось вот в эту сумочку. Поэтому я пойду на автобус по парковочке. По времени, на самом деле, я недолго была в Меге. Но устала уже, находилась что-то. Ну, главное, что я кое-что купила из того, что было нужно. Кое-что посмотрела. Мне не понравилось. Буду искать еще. Игрушку Дэни я не взяла. В детский мир зашла. Мне там ничего не приглянулось. И цены там что-то совсем космические. Вот. Чего я дорогу показываю? Покажу я вам себя. Вот. В общем, короче говоря, буду искать еще игрушку Дэни. В Ашан я уже даже не пошла. Собственно, мне в Ашане там особо сильно ничего не нужно было. Хотела закваску йогуртную купить, потому что я только там находила ее всегда. Обычно не находила я ее. Где там в аптеке говорят, сколько в аптеках заходила, спрашивала, нету. Вот. Ну, ничего, йогурт готовы буду покупать пока. Вот. Ну, а игрушку надо будет посматривать в какие-то магазинчики, где игрушки продают. Надо будет посматривать. Так что, можно сказать, я, в общем-то, с легкой сумкой поеду на автобусе, никуда не спешу. Мне ехать всего 12 минут на автобусе до дома. Все, я дома, девочки. В общем, покажу, что я вам купила в Спортмастере. И, наконец-то, я купила себе коврик для занятий дома физкультурой. 999, в общем, 1000 стоит. Но я хотела именно такой. Вот он мягкий, удобный. Я его положу под рукой, чтобы он у меня лежал. Купила шапку. Не знала, какой цвет брать, так как у меня пальто еще зимнее не куплено. Поэтому я взяла по цвету, чтобы она подходила к этой куртке, которая у меня есть. Перемерила штук 10, чтобы на голове хорошо сидела. Вот это мне понравилось. И она тепленькая и под капюшон, если будет холодно, можно будет. Ну, нормальный вот цвет. На стюшке я взяла теплые носочки. Она мне говорила, бабушка, у меня теплых носочек нет. Ну, вот эти вот прям теплые и притеплые. Это в Спортмастере я взяла. Носочки 399 стоят. И потом на бонусы говорят, на 500 рублей возьмите еще что-то. Вот я взяла еще носочки такие, смотрите, рисунок лошадка. Это тоже Настюшки. Это зайчик. И тут котик. Ну, вот тоже такие. Но они не тонкие, не летние. В общем, нормальные такие носочки, хорошие. Так, это Спортмастер. Сейчас коврики я разверну, посмотрю, как он смотрится. На коврике даже рисунок какой-то вырисовывается. Ну, в общем, я хотела именно такого качества. Коврик эластичный. Вот он как силиконовый, такой мягкий. Очень много упражнений у меня есть, которые нужно делать лежа. И вот, чтобы не искать, какое покрывало, постелить, коврик, то, что нужно. Может быть, это меня сподвигнет заниматься дома физкультурой. Даже сумочка, смотрите, какая хорошая. Это многоразовое использование. Даже если в спортзал понадобится идти, можно будет ее взять, если надо будет коврик туда положить. Ну, так, если что, в магазин. Удобная, удобная вещь. И вот я набрала вот столько всяких вкусностей. Я же ем мясо с овощами. И вот я еще думала сегодня, что приготовить. Вообще класс готовить не надо. Мне дали попробовать. Вот это вот, это свиной, ну, как я не знаю, свиное мясо. Да, очень вкусное. Вот это вот телятина. Очень вкусная. Домашняя колбаса. Вот это рыба, белорыбец. Тоже вкусная, нужно полезная. Ну, в общем, одну черчхелу взяла с грецким орехом. Не удержалась. Ну, буду по чуть-чуть есть. Такая все-таки вкусняшка. При том, что здесь сахара нету. То, что вот это сверху, это из фруктов сделано. Из гранатов в данном случае. В общем, набрала вкусняшек себе. Вот такой у меня обед сегодня. И без хлеба. Выглядит красиво, пахнет очень вкусно. Ну, вкусненькое мясо. Я попробовала его там. Девочки, вот эта свининка очень вкусная. Но я еще отрезала вот этой телятины. Здесь, кстати говоря, сушеный чеснок, там, не знаю, паприка, что-то еще, какие-то специи. Но они не напрягают вообще. Они такие вот, не это, ну, нету такого прям, знаете, чтобы что-то мешало. И главное, что не острое вот это вот приправа. Я боялась, что здесь будет очень много перца. Нет, нормально. Говядина очень такая вкусная, нежная пахнет. Вообще вкуснятина. Мне понравилось. Это у нас, ну, я вам показала, да. Это Дары Юга, что-то такое. Краснодарский край. Девочки, решила померить шапочку. Цвет мне этот нравится. У меня обычно губные, вот в таких тонах. И я посмотрела, куртка, она просто немножечко светлее тоном. Ну, в общем, под курточку подойдет эта шапка. Вот я хотела, чтобы она была вот как-то так. И ничего лишнего, никаких там прибамбасиков. Но она такая классненькая. Немножко там шерсти есть. Ну, остальное все, конечно, как синтетика. Стоит она 1199 рублей. Ну, в общем, я перемирила кучу. Но вот эта она мне села прямо хорошо. И так фасончик мне тоже устраивает. Я такую хотела себе. Ну что, девочки, отдохнула я. Иду в садик за Настей. Прилегла, смотрела, смотрела там какой-то фильм. И, в общем, приснула чуть-чуть. Но отдохнула. Я, правда, подустала. Малость с этими ходьбами. Много чего еще не обходило в Миге. Но намного мне сразу не хватает. Ой, короче, вот эти вкусняшки мне так понравились. Мясные, рыбные. Рыбку попробовала сейчас кусочек. Можно было бы ее, конечно, на хлеб. Вместо красной рыбы. Вполне даже вот на вкус. Она бы заменяла ее. Но я хлеб не ем. Сегодня не ела. Раздержалась так. Рыбку поела. Овощи похромкиваю. Но пока что меня на это дело хватает. А сейчас не знала, что одевать. Днем так запарилась. Пришла домой, включилась в предсистеме. Просто. Просто жара. Вот. И сейчас, несмотря на то, что вот уже вечерок, время близится к шести часам, я оделась легко. Потому что, не знаю, у меня дома жарко. Сейчас вот не жарко. Сейчас так хорошо прям. Классно. Но не холодно. Я пока не мерзну. Вот. Так что иду за Настей. Читала комментарии. Кто-то пишет, что за Настей прям скучает. Ее не хватает. Рады ее слушать. Но сейчас, если она в настроении, в хорошем, это обязательно важно. Она вам что-нибудь расскажет обязательно. Всем привет! Я наконец-то с вами встретилась, мои подписчики. И гляньте, кто сегодня с нами будет сниматься. Это мой любимый единорожек. Это мне его Надя подарила. Ну и что, мы сейчас будем продолжать наш канал. Мы сейчас будем снимать, что у нас происходит в жизни. Ну ты нам расскажешь, что у тебя в жизни происходит. Да, я вам все покажу. И мой единорог покажет, что он любит кушать. Он любит, ну, например, он любит своя ем. Например, соки он любит. И все, что он любит. Но это волшебный единорог. Если ему закладывать желание, он все сбудет. Например, когда я продолжусь спать и с ним, я желаю, чтобы, например, мне приснилось что-то, я сразу вот так его крепко-крепко держу. И мне снится сон, который я загадала. Хорошо. Что у тебя в садике новенького? В садике новенького. Ну, у нас новенькое то, что мы теперь почти каждый день занимаемся. В чем? В тетрадках. В чем-чем? В тетрадках. В тетрадках? Вы пишете что-то? Да, по точкам, а иногда просто без точек. О, это вас уже к школе готовят. Классно. Читать учат. Ну что, у тебя там получается? Ну да, у меня получается, и иногда нет. И еще нас учат там читать. Вам там оценки какие-нибудь ставят? Нет. Ну, говорят, хорошо или плохо. Ну да. Ну, а тебе что-то говорят? Если хорошо, тогда нам дают пять. А если не хорошо, тогда нам не дают. Ничего не дают вообще, да? Ну, тебе дали, не дали? Ну, один раз мне дали пять. Ну, хорошо. Ну, если будешь стараться, будет у тебя много раз идёт. А если вы мне поставите лайки и подпишитесь на мой канал, тогда у меня всё получится. И мне только пять будут давать. Ну, отлично. Хорошо, хорошо. Ну, ладно, пойдем сейчас. Нам надо сейчас купить помидорчики, огурчики, что-нибудь. Ну, что-нибудь такого полезного. Ладно, давай. И пойдем домой. Я сейчас вам покажу, как я научилась делать колесо. Вот. Я вот Насте сказала, да, у меня коврик есть. Теперь можешь на нём кувыркаться. Если тебе хочется позаниматься, можешь на коврике. Настюля, вот носочки, про которые тебе говорила. Вот это тёплые. Сейчас мы их распакуем нормально. Они тут тёплые, с начосиком внутри. Смотри. Внутри, видишь, такой вот начосик. В общем, тёпленькие. А эти вот с рисунком. Да. Сейчас мы их распакуем, и ты их померишь. Мне интересно, размер подойдёт тебе или нет. Как я одеваю носки. О, они тебе прямо вот как раз. Они вот тут пуха, видите? С начосиком внутри, да? Вот это вот нитки. Да. Ну вот, зимой ноги будут, если мёрзнуть дома, будешь попало бегать босиком. Раз, и делай. Не только попало, можно ещё спать. И мне они удобные. Вот, как раз. Ну всё, главное, что тебе для дома, если что, есть носочки тёплые теперь. Да, нет, тут ещё картинка. Да. Давай другие теперь мерить. Давай. Да, видишь, совместила картинку, да? Вот так не похоже, а вот так прям похоже. Ну, с этой стороны картинка. Вот, по-моему, так надо смотреть. Да. И вот. Единорог. Покажи, там у тебя пятка. О, ну они тебе, собственно говоря, как раз. Я боялась, что они тебе по размеру не подойдут. И вот, смотрите. Вот это вот. Вот это единорог просто вы не видите. Вот эту голубенькую штучку и вот так соединяешь. Смотри, вот. Вот это у нас, видишь, котёнок. А вот это у нас... Зайчик. Вот он. Зайчик. Ножки. Поставила ножки вместе. И у тебя картинка нарисовалась. Да. Классно. Это волшебство. Ну, я рада, что они тебе как раз. Хорошо. Они, кстати говоря, такие вот. Ну, их можно, в принципе. Летом в жару, конечно, жарко. А так вот сейчас уже прям в самый раз их можно носить. Ну, я рада. Я решила самые красивые сразу одеть. О, как прикольненько, да? Стала рядышком, зайчик нарисовался. Одели носочки с кошечками. Потом посмотрели, к шортикам очень подходят эти носочки. Вот классно, да? Да, и по цвету. По цвету подходят и по теме вообще. Только тут бантики, тут сердечко. Тут одна кошечка, тут много. Ну, это никто не приглядывается. Но в целом я просто глянула сразу и смотрю, они сочетаются друг с другом. Понятно тебе? Да. Сейчас кушать будем. Девочки, мы решили с Настей сделать фруктовый салат. Я нарезала сюда сладенькое яблочко и грушу. Теперь мы добавим сюда творожок. Настя делает, помогает бабушке. Молодец. Я сначала попросила, бабушка там сказала, что режет. Но я и так сама там порезать чуть-чуть не могу. Сосиску там еще что-то. Ну, все, хватит. Давай. И йогурт. Йогурт все-таки можно так сразу. Смотри, 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 куда ты. Ой, надо же смотреть, Настюля. Смотри, сейчас она в старелке появится. Дай-ка ложечку скорее. Так, теперь надо аккуратно все это перемешать. Все. Ну, помогла бабушке. Давай, перемешивай теперь. Аккуратненько только. Ну, все, я сейчас помогу, Настя. Кажется, как будто ты с сахаром посахарила. Я не сахарила, потому что там сладкое яблоко и сладкая груша. Поэтому я не сахарила. Я без сахара ем, но я думаю, что туда сахар и не нужен. Как ты думаешь? Вкусно без сахара? Ну, вкусно, но кажется, как будто ты с сахаром посахарила. Ну, значит, и не надо сахарить. Нравится тебе твое искусство, да? Видишь, мы с тобой вдвоем его сделали. Салатик фруктовый вкусненький такой. Да? Половина я, половина ты. Придумали и сделали. Да. Все. Настя уже поужинала, это у нее уже десерт. Я съела салат, он такой вкусный. И я расскажу нами, что надо купить творог, йогурт, потом. После этого нам надо нарезать фрукты, положить в тарелочку и туда все добавить, перемешать. И все готово, и можно есть. Ну, очень вкусно. Мы все съели с Настей, прям удовольствие получили. Настюша рисует, все, наелись такие довольные. Я лежу, смотрю сериальчик. Кстати, историк сериал идет по ТВ-3. Он идет с 19.30 начинается, да? Сегодня повтор второй серии, в общем. Ну, ничего так, детективчик, детективчик, нормальный. Я его смотрю с удовольствием. Все, девочки, на этом, в общем-то, день сегодня прошел хорошо. Прекрасный день, хорошая погода. Я прогулялась по Меге, в общем-то, устала. Ножки мои устали. Ну, в принципе, из списка половину я купила, что хотела. Самое главное, шапочку купила, коврик купила. В общем, носочки Настюши. Вот. И вкусняшки всякие разные купила. Сейчас я там родителям отрежу по чуть-чуть всего, чтобы они попробовали. Чтобы они были тоже рады, довольны. Придут с работы уставшие. По крайней мере, хоть есть чем угоститься, да? А мы будем прощаться с вами. Пора уже видео заканчивать. Пора мне его смонтировать. Завтра я его с утра как раз пораньше сяду и смонтирую. А мы с Настей хотим с вами попрощаться. Настя тоже, наверное, хочет пару слов сказать, да? Нет, я не хочу с вами прощаться. Так ты прощаться не будешь? Нет. По поводу лайков там, подписки. А, ну, буду. Так. Ну вот, я уже все записала. Кто захочет, тот поставит мне лайк. Но я должна набрать 100 миллионов. Будешь блогером, будешь набирать 100 миллионов. Чуть-чуть подрастешь. А сейчас ты пока учишься, тренируешься, набираешься опыта, да? У меня и так много подписки есть и лайков. Но еще подписаться не забудьте. Нажать на колокольчик. И что, если... Еще на кнопочку не забудьте. Колокольчик. Колокольчик и на кнопочку. Вот она должна быть поначалу где-то серого. Красного цвета. Потом вы нажмете, она должна быть... Красного. Красного цвета. Это клеем такой. Он весь красный. Только вот это с небом, что белое. В общем, ты очень долго прощаешься. Все, девочки. Настя сказала уже все. Мне, в принципе, особо добавить нечего. Кому видео понравилось, кто за Настей скучает, я, кстати, привет и передаю Насте от вас. Да, комментарии. Кому понравилось, говорю. В общем, все. Ставьте лайки, кому видео понравилось. И до новых встреч. Пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok